Здравствуйте! Это новость. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Свыше 530 тысяч казахстанцев стали участниками программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. На постоянные рабочие места были трудоустроены больше 315 тысяч человек, около 138 тысяч получили временную работу. В нынешнем году планируется охватить программой более 500 тысяч казахстанцев. Такие данные распространила сегодня пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения. Между тем, в послании «Новые возможности развития» в условиях 4-й промышленной революции глава государства отметил, что резервом экономического роста в нашей стране являются самозанятые и безработные. Резервом экономического роста являются самозанятые и безработные. Я не раз требовал разобраться по вопросу самозанятых. Министерство труда и социальной защиты населения проявило безответственность и поверхностность в этом деле. Необходимо предоставить больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную занятость, открыть собственное дело или получить новую профессию и устроиться на работу. Важно расширить охват этих категорий населения программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, усилив ее инструменты. Казахстанцы должны иметь возможность сравнительно быстро найти новую работу. Среди 10 основных задач в послании глава государства также обозначил и повышение эффективности госуправления. В частности, речь шла о необходимости цифровизации процессов господдержки бизнеса по принципу единого окна – принцип одного заявления для получения всего комплекса услуг. Представители бизнес-среды уверены, это будет новый, качественный этап развития экономики и предпринимательства. Акцент на то, что все-таки эффективность экономики, понимаете, очень большие идут вложения, идут субсидии малого среднего бизнеса, идет поддержка сельского хозяйства. И все равно все-таки надо поднимать и качество предоставляемых, так скажем, государства финансовых вливаний. Сегодня во время первого в этом году правительственного часа в Мажелисе вице-спикер палаты Владимир Башко указал на проблемы судебной экспертизы. Он также заявил, что поручения руководства страны по улучшению работы в этой сфере ответственными лицами не выполняются. Вице-спикер отметил, что в республике наблюдается острый дефицит соответствующих кадров. Все правоохранительные органы высказывают неудовлетворенность от отсутствия судебно-медицинских экспертов во многих районах областей, что принуждает следователей направлять трупы или материалы дела в судебно-экспертные подразделения за 200-500 километров. А это затягивает расследование уголовных дел, заявил он. Также Владимир Башко напомнил, что еще в 2013 году премьер-министр поручал ряду министерств навести порядок в моргах. В Астане численность населения увеличилась в пять раз, а морг остался на областном заходалом уровне. Не лучшие положения в Алма-Ате. Поручения премьер-министра не выполнены. Минфин денег на строительство современных моргов не выделяет. Ведомство и акиматы кивают друг на друга, а вопрос не решается. И к другим событиям. Солнечную электростанцию мощностью 14 мегаватт планируют построить в городе Арысь Южно-Казахстанской области. Соответствующая договоренность была достигнута Министерством энергетики в ходе восьмой сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии ИРЭНа, которая прошла в Абудаби. На строительство станции вблизи Шимкента будет выделено почти 12 миллионов долларов. Отмечу, что сегодня казахстанская делегация принимает участие в 11-м Всемирном саммите «Энергия будущего». Площадь Ахтау расширится на 4000 гектаров. Здесь планируют построить мини-город с населением в 70 тысяч человек. Для них построят индивидуальные многоэтажные жилые дома, квартиры, в которых получат очередники города Ахтау. Также планируется построить социальные и коммерческие объекты. Проект детальной планировки уже разработан и рассмотрен на общественных слушаниях. После его согласования с Маслехатом начнется разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций. ПОЭЗ разрабатывается, утверждается, проходит госэкспертизу, потом защищаем перед правительством. Правительство, когда все готово будет, обещает финансировать строительство всех инженерных коммуникаций. Когда все инженерные коммуникации готовы, тогда, может быть, у нас появятся инвесторы, которые взяли желание взять определенные земельные участки, построить, потом раздать очередникам. 1 февраля в Казахстане начнет работу автоматизированная система субсидирования удобрений. Разработчики надеются, что такой формат позволит полностью отказаться от бумажных документов. Специалисты уверены, что фермеры быстро освоят работу в новой программе. По такому принципу в Казахстане уже более двух лет работает система электронных зерновых расписок. Казахстане знакомые с системой. Это схожая программа, потому что они аналогичной системой работали. Свыше миллиона голов крупного рогатого скота, верблюдов, лошадей и овец вакцинируют в текущем году в Атыраусской области. Эта кампания начнется в феврале. В районах, где в последние годы были зафиксированы вспышки эпидемии среди домашних животных, вакцинация будет проведена за счет бюджета. Учитывая ситуацию прошлых лет, закупается разная вакцина. Прививки животным будут делаться от надулярного дерматита, герпеса, бруцеллеза, а также птичьего гриппа. Вакцинация будет проведена до наступления тепла, когда животные выйдут на пастбище. И к новостям в мире. Сегодня делегации из КНДР и Южной Кореи провели переговоры об участии в зимней Олимпиаде Пхенчхане. Стороны обсудили детали отправки северокорейской театральной труппы, включая певцов и других артистов на юг. Переговоры относительно размещения и маршрута спортсменов пройдут позднее. Сегодня стало известно, что Сеул и Пхеньян планируют объединить составы женской хоккейной команды на Олимпийских играх. Более 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Австрии. Демонстрации направлены против ужесточения миграционного законодательства, в частности, отмены пособия для приезжих. При этом участники требуют от властей пересмотреть новый состав правительства, призывая остальные страны Евросоюза его бойкотировать. Такое решение неприемлемо в нынешнее время. Это показывает бесчеловечный и антилиберальный курс правительства. Землетрясение магнитудой чуть больше пяти баллов произошло на одном из островов Филиппин. Подземные толчки были зафиксированы в 9 километрах от населенного пункта. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ранее из-за опасности извержения вулкана Майон в нескольких провинциях острова были эвакуированы 5000 жителей. В России власти объявили наивысший уровень опасности. Китайские разработчики в США презентовали автономный электромобиль нового поколения. Управлять им можно с помощью приборной панели и сенсорного руля. Система распознает лицо, голос и жесты хозяина. Данные передаются с помощью высокоскоростного интернета. В проект инвестировано около 200 миллионов долларов. Ожидается, что такие автомобили появятся на дорогах США и Европы к 2020 году. Автомобиль получил третий уровень автономности. Это означает, что машина может передвигаться самостоятельно. Но водитель должен быть готов к тому, чтобы взять управление на себя в любой момент. Через неделю огласят список номинантов на премию «Оскар». Оно уже известно, что награду юбилейной 90-й церемонии не получит фильм Ахана Сатаева «Дорога к матери». Кинокартина, выдвинутая в номинации «Лучший иностранный фильм», прошла предварительный отбор, что само по себе можно рассматривать как успех. Об этом режиссер сообщил нам в эксклюзивном интервью, добавив, что не теряет надежды получить заветную статуэтку. Музей, театр на тысячу мест и библиотека с фондом в 500 тысяч книг. Такой культурный центр будет построен на 30 тысячах гектаров в Ахтау к 2020 году. Центру уже присвоено имя знаменитого земляка, общественного и политического деятеля Абиша Кикельбаева. И к этому часу у нас все. Больше информации ищите на сайте хабар.кз. Мои коллеги представят выпуски в 7 часов и в 9 часов вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин